Здравствуйте, студенты! Сегодняшний видеоурок посвящен теме «Подкожная инъекция техника постановки». Урок ведет преподаватель предмета основы естественного дела Адилова Гумира Сулетовна. Цель урока – обучающее. Студент должен знать цель процедуры, показания, противопоказания, возможное осложнение и необходимое оснащение для проведения подкожной инъекции. Студент должен уметь строго по профессиональному стандарту выполнять подкожную инъекцию. Воспитательная цель урока – строго следовать принципам морального кодекса медсестры, быть честным, ответственным и гуманным, стремиться быть хорошим специалистом. Цель процедуры – лечебная. Введение лекарственного раствора под кожную жировую клетчатку и проведение местной анестезии. Обезболивание – показания к проведению процедуры, назначение врача. Противопоказания – аллергическая реакция, поражение кожи и подкожно-жировой клетчатки любого характера в месте инъекции. Возможное осложнение при данной инъекции – это ошибочное введение лекарственного вещества, инфильтрат, анафилактический шок, аллергические реакции, некроз, неврит, спитонжевич, вирусный гепатит, сепсис, аллергические реакции, крапивница, отек квинке. Возможные осложнения на данном фотослайде изображены аллергические реакции, отек квинке, также внешний вид пациента при анафилактическом шоке, а внизу – инфильтрат. Места введения инъекции – верхняя треть наружной поверхности плеча, средняя треть передней боковой поверхности бедра, передняя боковая поверхность брюшной стенки, подлопаточная область, редко ставится эта инъекция. Приготовьте к процедуре стерильный шприц однократного применения, длина иглы 20 мм, емкостью 1-2 мл, стерильные ватные шарики, резиновые перчатки, лекарственные средства, кожный антисептик, пинцет без растворы, противошоковый набор, КБСУ – контейнер безопасного сбора и утилизации, в данном случае класса А и Б. На данном фотослайде изображено оснащение для подкожной инъекции. Алгоритм действия. Объясните пациенту цель и ход процедуры, дайте необходимую информацию о лекарственном средстве, проведите деконтаминацию рук на гигиеническом уровне, обработайте их корным антисептиком, наденьте маску и перчатки, вскройте упаковку, соберите шприц, наберите лекарственные растворы из ампулы, усадите пациента или уложите на пушетку, обработайте перчатки корным антисептиком, обработайте место инъекции последовательно двумя стерильными ватными шариками, смоченными кожным антисептиком, в одном направлении, вначале большую зону, затем непосредственно место инъекции. Третий ватный шарик с кожным антисептиком положите между четвертым и пятым пальцами левой руки, дождитесь полного высыхания кожного антисептика. Далее, возьмите шприц в правую руку и вторым пальцем правой руки держите конюлю иглы, пятым пальцем поршень шприца, первым, третьим, четвертым пальцами держите цилиндр, соберите первыми и вторыми пальцами левой руки кожу место инъекции в складку, треугольной формы основанием вниз, как изображено на первом рисунке. Введите иглу в основании кожной складки под углом 45 градусов на глубину 2 трети длины иглы. Придерживайте указательным пальцем конюлю иглы. Перенесите левую руку на поршень, захватим первым и третьим пальцами ободок цилиндра, первым пальцем надавливая на поршень, введите лекарственное средство. Не перекладывайте шприц из одной руки в другую. Приложите ватный шарик с кожным антисептиком к месту инъекции. Извлеките иглу быстрым движением, придерживая конюлю, как изображено на втором рисунке. Сделайте легкий массаж вместо инъекции, не отнимая ватный шарик от кожи. Сбросьте шприц, не надевая колпачок, ватные шарики и перчатки в КБСУ. Вымойте и осушите руки. Спросите пациента о самочувствии. Здравствуйте, уважаемые студенты. Я хотела бы вам продемонстрировать алгоритм действия, техники постановки подкожной инъекции. В первую очередь мы должны поздороваться, поприветствовать пациента. Затем объяснить ему цель и ход процедуры. Дать ему необходимую информацию о лекарственном веществе, об ощущениях во время и после инъекции. Взять согласие у него. Далее, уже обработанными по 111 приказу руками жидким мылом, антисептиками, одев резиновые перчатки, мы приступаем к самой манипуляции. Мы берем упаковку со стерильным шприцом, смотрим на годность и целостность упаковки. Далее, смотрим на качество шприца, проходимость иглы. После чего мы берем лекарственный препарат в ампуле, читаем этикетку, срок годности и сравним с назначением врача. Далее, мы должны открыть бикс. И стерильным пиццетом извлечь из бикса стерильные ватные шарики в крафт-пакете. Бикс мы должны закрыть. Далее, мы должны взять тампон стерильным пиццетом в руки, смочить в антисептике, в данном случае 70 градусов спирта, и вскрыть ампулу. Тампон мы бросаем в класс В2, а ампулу в класс В1 для твердых медицинских отходов. После чего мы берем шприц, уже собранный, ампулу, открываем колпачок, фиксируем муфту иглы. Правильно, держа ампулу, мы должны набрать. По назначению врача у нас 1 мл лекарственного вещества. После чего мы должны обязательно поменять иглу для инъекции и не снимая колпачка, выпустить воздух. После чего мы должны в крафт-пакет, в упаковку шприца положить шприц и подойти к пациенту для постановки инъекции. Если мы ставим инъекцию пациенту в палате, лёжа, то тогда мы должны убрать одеяло, нательное бельё собираем и находим место инъекции. Как его найти? Это верхняя треть наружной поверхности плеча. Мы вот так вот делим в это место. Вы должны обязательно пропальпировать место инъекции. Здесь не должно быть инфильтратов. Ватным стерильным тампоном, смоченным в спирте, я обрабатываю руки. После чего я беру 2 тампона, смоченных в спирте, и обрабатываю место инъекции. Так, для этого я должна в одном направлении первым тампоном площадью 10 см в одном направлении обработать. Следующим тампоном в месте инъекции площадью 5 см я произвожу обработку кожи. Далее третий тампон, смоченный в спирте, я зажимаю между 4 и 5 пальцами, беру шприц правую руку, открываю, фиксирую муфту. Первым и вторым пальцем я беру в месте инъекции кожу в складку и в основание треугольника, позиция шприца такая, под 45 градусов я вожу на 2 трети быстро иглу в подкожно-жировую клетчатку. Левой рукой, большим пальцем я вожу лекарственный препарат медленно в подкожно-жировую клетчатку и третьим тампоном с моченным в спирте, прижимая, извлекаю быстро иглу. Шприц, не одевая колпачка, я утилизирую в контейнер B1 для твердых медицинских отходов. Далее я должна осмотреть место инъекции, спросить о самочувствии пациента и на твердых рукав опустить. Переоценивание. Студент знает цель, показания, противопоказания, возможные осложнения, места постановки инъекции, а также может приготовить необходимое оснащение для процедуры. Студент может установить контакт с пациентом, общается с ним, вызывает доверие. Студент может провести подкожную инъекцию и оказать помощь при возможных осложнениях. Закрепление пройденного материала. Задание номер один. Посмотрите на рисунок. Какие ошибки и нарушения гигиенических правил в работе медперсонала вы видите? Дескриптор. Студент может указать ошибки и нарушения правил в работе медсестры. Студент строго соблюдает гигиенические правила во время постановки инъекции. Также знает, как провести подкожную инъекцию и наладить общение с пациентом. На данном фотослайде вы должны найти ошибки медперсонала. Ответ. Медсестра на фото номер один слева не соблюдает санитарно-гигиенические правила при проведении процедуры, не одела резиновые перчатки. На фото номер два также грубо нарушила правила личной гигиены, не одела резиновые перчатки. Задание номер два. Медицинская сестра приготовила необходимое оснащение к проведению подкожной инъекции. Посмотрите на фото номер три. Следующий слайд. Все ли предметы ухода она приготовила к процедуре? Перечислите и подготовьте необходимое оснащение к процедуре. Дескриптор. Студент оценил действия медсестры, выявил ошибки. Студент перечислил все предметы ухода и инструменты для проведения манипуляции. На данном фотослайде найдите ошибки и недостающие предметы ухода и инструменты. Ответ заданию номер два. Медицинская сестра не приготовила к постановке подкожной инъекции. Следующие предметы ухода и инструменты. Шприцы однократного применения емкостью 1-2 мл, стерильный пинцет в емкости с дезраствором, резиновые перчатки, кожный антисептик для обработки рук, жидкое мыло и бумажное полотенце, КБСУ класса А и Б, контейнер с дезраствором. Рефлексия. Я знаю, хочу знать, могу выполнить, умею. Домашнее задание. Внимательно прочитайте стандарт, выполните заданные на дом ситуационные задачи. Самостоятельно составьте тестовые задания к этой теме. Составьте кластер по оснащению процедуры, а также составьте кроссворд, ключевое слово, подкожная инъекция. Спасибо за внимание, уважаемые студенты, и за проделанную работу. До свидания. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...